Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. После развода в 21 году уехали с сыном в другой город жить. Отец ребёнка военный при совместном проживании мало времени уделял ребёнку, но уделял. Как уехали за год, два раза приезжал, и то я иду навстречу, привожу ребёнка к своей маме, она территориально ближе к местонахождению мужа, то есть куда переехали, это 160 километров от него. Я привозила до мамы этого 80 километров, чтобы он хоть немного, но уделял время. Он сказал мне далеко ехать, и времени нет, один выходной всего. Говорю, ладно, хорошо, я буду привозить поближе к тебе, к маме он приезжал. Сейчас мы у мамы, он не может приехать, дел много, говорю, давай я привезу в твой город, хоть на пару часов, вези. А сдаться негде, говорю, хоть вечер приведёшь с сыном. В общем, такое ощущение, что насильно заставляет. Даже если я перееду с ребёнком жить в его город, он, думаю, найдёт выход, чтобы не видеться. Ребёнок скучает, постоянно спрашивает, по видеосвязи не может позвонить, поговорить. Так, же день рождения, скоро он хотел, отец хотел приехать. Но на фоне этого всего, то, что я не понимаю, что он занят, он сказал, что я не приеду из-за меня, что я испортила сыну праздник. И он будет приезжать, если меня не будет. Я никогда плохого про отца ребёнку не говорил, я не говорю из-за того, чтобы они виделись, и отец уделял внимание. Но этого нет, ребёнок постоянно спрашивает, а мне порой приходится лгать, чтобы я поработаю постоянно. Как быть с ребёнком, что отец не может и не хочет видеться? В итоге отец неизвестно приедет. Нет, на день рождения, это должен быть сюрприз, ребёнок не знает. Но я теперь виновата, то, что испортила сыну праздник сама. Но при чём тут я? Ты к сыну едешь или ко мне? Иногда сын спрашивает, а это мой отец, чужого человека, ставит меня в неловкое положение. А как ему скажу, мы другого тебе, папа, найдём? Муча сказала, не хочешь, так и скажи, мы другого тогда найдём. Да, он ответил, ищи, лишь если бы, типа, хотелось, чтобы я сыну уделял больше времени, не разводилось бы. Как быть в этой ситуации? Вообще, мне показалось, что вы сами как будто бы обижаетесь на своего, скажем так, бывшего мужа. Я, конечно, не уверен в этом, но есть у меня такое ощущение, что обижаетесь. И на мой взгляд, хоть на самом деле ничего плохого, это правда, ничего плохого вы не говорите. Про отца, ну, вашего ребёнка. Мне лично показалось, что негативные чувства, по крайней мере, у вас присутствуют. И, наверное, в первую очередь прожить вам стоит их. Потому что они влияют на ваше поведение, они влияют на то, как вы традиционируете себя со своим сыном. Вот, и какое сообщение, да, вы ему транслируете, скажем так. Я не думаю, что ваш сын просто так спрашивает, его ли это папа или нет. Вот, это первое. Второе. Значит, вы пишите, что после развода в двадцать первом году уехали с сыном в другую гору. Вот. Ну, прожили ли вы развод? Потому что развод – это травма. Отец ребёнка военный при совместном проживании мало времени уделял ребёнку, но уделял. А как вы определяете, ну, что мало? То есть это же оценка, что мало уделял. Вот. Как вы это определяете? А, эм, кто? Кто это определяет? Вы или ребёнок? Всегда ли так было? Всегда ли отец столько времени и внимания уделал ребёнку? Или когда-то было по-другому? Какое значение ребёнок дает? И для вас имел. Как для пары, я имею в виду. Ну, то есть вы же подошли к его рождению. В какой-то позиции, с какой-то вот точкой зрения. То есть это было осознанное решение завести ребёнка или нет. Да, вот тоже вот. Согласитесь, это такие важные достаточные моменты, на которые, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Дело в том, что сейчас складывается такое впечатление, что вы развились, значит, с ребёнком, ой, и вы развились со своим мужем из-за того, что он не виделся с ребёнком. Вот. Такое впечатление складывается. Я, конечно, очень надеюсь, что не прав. Вот. Я очень надеюсь, что ошибаюсь. Вот. Но вы не называете другой причиной развода. Это, конечно, вызывает вопрос, как вы понимаете. Дальше. Как уехали за год? Два раза приезжал. И то я иду на встречу, привожу ребёнка к своей маме. Она сейчас реально ближе к местонахождению мужа. Опять же, такое ощущение, как будто бы вы фиксируетесь вот только на том, сколько приезжал муж к ребёнку. Да? А у вас отношения с ребёнком какие? Ну, какие буквы. Так, значит, то есть, куда переехали, это 160 километров от него. Опять же, это вот как-то, ну, вашим решением было переехать в другой город за 160 километров или... или как. То есть, ну, вот, это вы решили или у вас? Выбора не было. Дальше. Эм... Вы пишите, что, значит, привозили ребёнка территориально ближе. Хорошо. Это чьё решение было? Ваша или мужа? Так. Вот вы пишите, значит, привозила. Я думал бы это 80 километров, чтобы он хоть немного, но уделял время. Ммм... Вот, смотрите, что вы вкладываете в... вот в это, я имею в виду, чтобы хоть немного уделял время, вот, чтобы в это вкладываете именно. Вот, это вы за ребёнка своего так переживаете, если да, то почему? Это вы считаете, что... Муж должен видеться с ребёнком, хотя у него другое мнение возможно. Вот, то есть... Уверены ли вы, что про ребёнка речь? Здесь. Здесь. Он сказал мне далеко ехать. Времени нет. Один выходной всего. Говорю, ладно, хорошо. Я буду привозить пабличек тебе к маме. Но вы и так привозили его к маме. Не очень понятно, что вы здесь имеете в виду. Сейчас к маме он не может приехать. Делал много. Ну, это нормально. Человек много делал. Говорю, давай я привезу в твой город хоть на пару часов вези. И, опять же, не очень понятно, из чего вы это делаете. То есть, если для ребёнка, да, если для ребёнка, то это, наверное, не самый конструктивный момент, потому что очевидно, что хлопоты, да, очевидно, что вот какие-то все время поездки и так далее. То есть, ну, тут вот не очень, не очень понятно. Остаться негде. Говорю, хоть вечер приведёшь с сыном. Опять же, это ваше восприятие, ваше желание или мужа, или вот как, когда есть ощущение, что вы за кого-то другого решаете. В общем, такое ощущение, что нас сыны заставляют. Да, и как бы это не лучший способ выстраивать взаимодействие с детьми. Даже если я перееду с ребёнком жить в его город, он, думаю, найдёт выход, чтобы не видеться. Тут очень больше как про какую-то обиду, как будто... Плюс вы же переехали как раз от него, чего бы вам переезжать обратно. Как будто бы вы свою жизнь, вот вы сами свою жизнь ставите в зависимость только от ребёнка. Ребёнок очень скучает, постоянно спрашивает. Ну... Возможно, это связано опять же с тем, что вы довольно много думаете про мужа. И как-то вот... Как вы живёте? То есть, ну, есть ли у вас интересы, да, там, увлечения и так далее. Вот. Прошёл уже год после развода. Смотрите ли вы на других мужчин? Ну, в смысле... Взаимодействуете ли вы с ними? По видеосвязи не может позвонить, поговорить. Ну, опять же, здесь как будто бы ваша обида. Ваша обида. Также день рождения скорая. Он хотел... Отец хотел приехать. Приехать. Кто именно хотел приехать? Кто именно хотел? Он или отец? На фоне того... На фоне этого всего, что я не понимаю, что он знает, он сказал, что я не приеду. Из-за меня я испортил сыну праздник. А как вы относитесь к тому, что не понимаете, что он занят? Я имею ввиду, муж ваш. То есть это вот... Ну, как вы к этому относитесь? Вы считаете, что он это придумал? Вы считаете, что он не занят? Вас это задевает, обижает? Как... Как вы относитесь? Да, в стороне мужа может быть манипуляция, конечно. Но... Тем не менее. Он будет приезжать, если меня не будет. Ну, опять же, это решение. Это решение. Решение. Я никогда плохого про отца не говорил. Ребенку не говорил. Да, эм... Вербально. Вербально, может быть, нет. За то, чтобы они виделись и отец уделял внимание. Ну, хорошо. Все. Просто... Есть такое чувство. И для вас это первостепенная задача. Не ваша... Эм... Не ваша... Жизнь. А именно вот... Чтобы отец виделся с ребенком. Но этого нет. Ребенок постоянно спрашивает. А мне приходится лгать. Чтобы я поработал постоянно. Ну, я думаю, что... Я думаю, что... Лгать не очень хорошо. Вот. Во-первых, сколько... Ммм... Временно. Эм... Сколько лет. Ребенку. Это первое. Порой, почему лгать? Почему вы считаете, что вы лжете? Вы не верите мужу? А как вы думаете, что он не хочет видеть... Вот. Ну, можно так сказать, что у бабы другие дела. Например. Вот. Только спокойно. Говорите, вы же пытаетесь это скрыть. Ребенок здесь... Цепляется то не к тому, что... Хочет проводить с ним время отец. Не хочет проводить с ним время отец. А к тому что это пытаются скрыть. Если говорят прямо как есть, легко. То ребенок к этому относится легко. Вот. Вы сами пытаетесь это замолчать. И у ребенка начинается... Начинается... Эм... 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 Фиксация на этом внимания. Потому что он, по сути... Эм... Эм... Учится... Относиться к чему-то через вас. Вот. Так. Как бы с ребенком сказать, что отец не может и не хочет видеться? Это вам решат. То... Вам решат. Вы здесь, как бы, ну... Эм... Эм... Перекладывайте ответственность на нас. За... Эм... Своё решение. За... Эм... Свой выбор. Вот. Эм... Максимально легко. В итоге, отец неизвестно, приедет мне на день рождения. Это должен быть сюрприз. Ребенок не знает. Окей, хорошо. Но не все... Не все же на ответы завязано. Знаете, какая штука. Эм... Эм... Я теперь виноват, что испортила сцену праздника. Эм... Эм... Чувство вины это ваше. Эм... Это ваше. Чи... Эм... Чувство вины и... Связано оно как-то с тем, что вы, вот... Эм... Эм... Предрас... Предрасположены... Эм... К тому, чтобы... Ну... Чувствовать вину. К... К сожалению. Ну... Просто вот... Предрасположен. Эм... Предрасположен. Получается. Причем тут я? Да. Это действительно так. Ты к сыну едешь или ко мне? Это вопрос. Эм... Дело в том, что... Много... Ну... Многие мужчины. Многие мужчины, к сожалению. Эм... Действительно, вот... Своих детей воспринимают в контексте... Эм... Эм... В... 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 Ну... Как бы... С... 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 Супругой. Вот. Понимаете, нет? Эм... Вот... То есть... Ну, вот... Эм... 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 Такая может быть... Чему же проблема... К сожалению, здесь. Дальше. Иногда сын спрашивает этому отец на чужого чувака ставить неловкое положение. Сын пытается опереться на мышечную фигуру и копирует эту модель поведения, он скорее всего у вас, в силу того, что вы пытаетесь опереться на своего мужа в этом. Ну, я имею ввиду в общении с ребенком, судя по всему. Ну вот. Как ему скажем, мы другого папу тебе найдем? Папу другого искать не надо, а вот вам как бы выстроить отношения с мужчиной, причем гармоничные. Вы же почему-то разделись с мужем. Вот. Это было бы неплохо. Мужу сказал он не хочет, так и скажи, мы другого тогда найдем. Кого найдет? Папу? Это разве он так работает? Да, он ответил еще и если бы тебе хотелось, чтобы я сыну уделял больше времени, не разводилось бы. Как быть в этой ситуации? Вам нужно прожить развод, определиться с отношением к мужу, вот, немножко разобраться в своей жизни, вот, и научиться транслировать ребенку то, что вы чувствуете легко, без сокрытия, но на понятном ему уровне. то есть с поправкой на его восприятие, вот, чтобы ребенок не фиксировался, не засикливался. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!